По дороге в Кокманский ботанический заказник трясет. Это потому, что дорога проложена по старым шпалам. В советское время по узкоколейке вывозили стеклотару. Соседний Валамас набжал молочной и кефирной бутылкой весь Советский Союз. По этой же дороге вывозили лес. Главное богатство этих мест. Вовремя спохватились. В 2005-м здесь был создан государственный ботанический заказник. Лес тут действительно уникальный. Многие растения Кокманского леса больше нигде в Удмуртии не встречаются. Здесь произрастают такие вот, занесенные даже в Красную книгу России, это почти корейн, который он штейнер означает, малые и средние пузырьчатки. На территории заказника произрастают хищные, мелкие, но хищные растения, которые мух ловят. Да, да, да. Росянка круглолисная и росянка английская. Вот лишайники. Это редкий симбиоз гриба и водорослей. И даже тундровая карликовая береза. Тут же набирает цвет богульник и болотный мирт. Такое разнообразие флоры благодаря ландшафту. На одном месте сошлись материковые дюны, низовые и одна из основных достопримечательностей Кокманского заказника – верховые болота. Они богаты редкими для наших мест растениями. Чем характерно вот это верховое болото? На нем такая купаршинка, значит, растет голубика. Вот прямо посреди. Значит, по бокам черника, брусника, богульник болотный, а внутри, значит, голубика. Обычно вот экскурсии, когда, если в конце июля, в начале августа где-то проводим, у меня ребята сюда заходят и пасутся. Промышленный сбор ягод и растений на территории заказника запрещен. Только для своих нужд. Поэтому летом это популярное место для сбора грибов и ягод. Хотя в щедром на урожае Красногорском районе, конечно, наладили и массовую заготовку даров природы. Только за сезон сушат десятки килограммов кипрея, готовит Иван-чай. И не только его. В настоящее время мы находимся на одном из участков того самого места, где мы производим сбор трав, ягод. Что здесь растет? Земляника растет в первую очередь, так как солнечная сторона, хорошо прогревается земля. Мяты очень много, зверобой. Начинают заготавливать чай в июне, ферментируют его, как положено, и купажируют. Смешивают со смородиновым листом, цветами клевера и лесной малиной. Вот такого плана ярусы. То есть здесь у нас рябина в данный момент сушится. Сушится она круглосуточно. А как узнать, она досушилась или нет? Ну, это уже специалист скажет. Три яруса и автоматический тен. Аппарат для сушки трав и ягод в Красногорском райпо готовится к работе в режиме нон-стоп. Заготовку трав для ароматного экологически чистого чая освоили в районе в прошлом году. И заготовили тысячи вот таких пакетиков. Продукция оказалась настолько востребованной, что с открытием сезона предприниматели собираются взяться за сушку белых грибов и подберезовиков и освоить новые рынки сбыта в соседних республиках. Для чаев, например, нам липовый цвет, шиповник, малина, ягоды, сонародиновый лист. Помимо этого собираем еще для себя, чтобы где-то вы видели, как утрожа, готовый лист, да? Мы же сразу собираем или замечаем ли у нас где-то есть уже. Ну, есть у нас бурсничный лист. Ну, растет в северных районах, в Силпе, у нас, в Сюмси, а больше-то нигде в районе, наверное. Наверное, больше нигде. Это точно про Красногорский район. Но где еще увидишь реконструкцию событий гражданской войны? Два с половиной километра линии фронта 1-й сибирской дивизии. В 1919 году под Красногорском шли ожесточенные бои. По нашим расчетам, даже на территории только нашего района лежит порядка 8 тысяч человек. Это вот такие примерные подсчеты. Потому что бои были достаточно интенсивные, и достаточно крупное скопление вооруженных сил было, и потери были здесь очень серьезные. В память о погибших ставят кресты. Сейчас их около 20. Победителей в братоубийственной войне быть не может, считает автор будущего музея Владимир Минеев, настоятель Свято-Покровского храма села Красногорское. Историк по образованию в студенчестве, он в составе поискового отряда ездил по разным регионам России. Но потом понял, для поисковиков и в Удмуртии работы хватает. Так и появился отряд СПАС, который ведет историческое исследование. Здесь это у нас позиции, скажем, передовая линия фронта, позиции красных, затем будут переходить на позицию белых, там по дороге будут различные площадки, работать и музеи, которые непосредственно, и экспонаты, которые мы находим. И туда дальше будет, хотим построить понтонный мост через реку и проход к штабу белых. Обнаружить останки, лежащие в земле, помогает специальный инструмент – щуп. Натренированные поисковики по звуку определяют, на что натыкается – корень дерева, железо или кость. Вот нашли патрон иностранного изготовления, а значит, им стреляли белые. Это ценная находка, да? Для меня, да. Как первая. Как интересно, когда ты сначала узнал из истории, а потом сам по этим местам ходишь. Чаще всего у солдат, которые остаются там, бывают записки. Специальные записки в маленьких колбочках. Мы распечатываем их, узнаем все о солдате. Уже находили, да, такие колбочки? Нет, я просто вам рассказываю, как это делают, мы вспоминаем. Это честь и, наверное, история нашего села, история вообще государства. Об этом, я думаю, нужно знать. Сейчас в работу вливаются ученики Красногорской гимназии, а всего через отряд прошло уже более четырех сотен человек. Это благодаря их работе у горы Генеральской, по легенде, здесь обитал белый генерал, будет организован туристическо-образовательный маршрут. Среди будущих экспонатов – оборонительное укрепление, полевая кухня и даже реконструкция самих боев. От Кокмана, где природный заказник, до Красногорского с Генеральской горой – чуть больше 25 километров. Связал их почти 20 лет назад еще один настоятель – Спасосергиевой казачьей пустыни Иеромонах Серафим. Это по его инициативе был организован первый крестный ход из Красногорского до Кокмана. Этой церкви тогда здесь еще не было. Старую разрушили в 20-е годы прошлого века. Уцелела только одна икона Богородицы. Батюшка взялся и сам возглавил стройку. Так появились одна за другой две церкви. А скоро должна открыться часовня в честь иконы Божьей Матери. Такое у нас было благое пожелание, чтобы по возможности собрать, сколько мы сможем. Икон же очень, Матюшки Богородицы очень много. Вот сколько мы сможем собрать вот этих икон, вот эти часовни. И сейчас нам везут иконы отовсюду. В часовне уже небольшая коллекция икон. Эту подарил глава республики, а это из Москвы от фонда Андрея Первозванного. А другая достопримечательность – церковная била – уже сейчас притягивает в Кокман туристов. Это древнерусский церковный инструмент, который раньше заменял колокола. Звон их особенный исцеляет и вытесняет тревожные мысли. 8 минут будет звучать еще, да. Но это просто много. Хотелось бы нам, конечно, побольше диапазон звуков. Может быть, еще мы со временем приобретем, еще побольше сделаем. Хотя это очень красиво. Такое звучание, да. В республике больше такого нет? Я, ну, по крайней мере, когда мы приобретали, это не было. Может быть, сейчас где-то и появилось, я не знаю. Единственное в Удмуртии – Лукоморье, тоже в Красногорском районе. Целый сказочный парк по мотивам сказок Пушкина в деревне Малягурд откроется этим летом. После республиканского фестиваля деревянных скульптур Лукоморье обрастет новыми подробностями. Кот ученый, вот цепи, да. Как фотозона. 15 заявок уже есть. Резной Леший, Три Богатыря и Русалка представлены в набросках и эскизах. Мастер из Ижевска ответственный за русалку. Якбодья – за Лешего. Вот мы для квестов, для школьников из подручного материала делаем, вот как домики, что ли, вот где Кощей, Баба Яга, где живет. А теперь уже, когда у нас будут готовые фигуры, деревянные фигуры сказочные, они тут и будут жить уже, Баба Яга уже у себя рядом с Баба Ягой будет жить. Кощей Бессмертный тут рядом, тут уже будет, вот у них уже специальные места будут. Вот это бревно подошло бы для моей скульптуры, потому что оно и по толщине подходит, и по качеству. Петр Захаров из Красногорского – автор Кощей Бессмертного. Пока он представлен в пластилине. Вот это бензопила – основной инструмент, который используется при изготовлении парковых скульптур. А потом уже детали. А, детали уже зарабатывают с помощью клюкарств, крупных стамесов. Обновленное Лукоморье станет центром культурной жизни. В квестах и сказочных программах туристического маршрута готовы хороводить местные жители. Так уж случалось в самом Красногории. Вот бывший пустырь – теперь любимое место отдыха селян. Межрегиональный фестиваль деревянной скульптуры оставил после себя резных вумуртов и мифических лесных обитателей. Потом здесь поставили детскую площадку, а рядом теперь планируют целый комплекс ГТО основать. Здесь, говорят, это не только место особенное. У леса и дерева своя энергетика. Не случайно визитная карточка района – это птица счастья. Секреты ее изготовления переняли у архангельских мастеров. Но в Удмуртии распространилась именно красногорская птица из особой красногорской сосны. Это как бы оберег, она вешается, вот, пожалуйста, смотрите, так, таким образом. И видите, она тихонечко-тихонечко крутится. Корзины из сосновой щепы – редкость по нынешним временам делают тоже только красногорские мастера, потому что материала для этого у других нет. Чтобы изделие получилось такое долговечное, он должен расщепляться по слоям. А что придумать такое, чтобы расщеплять? Вот, допустим, возьмем шпон фанерный, да, и вот рот расщепляет, но он получается хрупкий, потому что из него нельзя сделать ломки, получается, потому что там годичные слои срезаются, а мы у нас не срезаем. Видите, какие они эластичные бывают? Делая такие корзины только вручную, и материал должен быть подходящий. В дело идут только вековые сосны. Корзина из сосновой щепы прослужит своему хозяину несколько десятков лет. И все, корзина готова. Ничем не покрывается она? Она ничем не покрывается. Не лаком, не лаком. Только так изделия народного промысла сохраняют свою душу. Только настоящее приносит радость. Наверное, это и есть главный секрет притягательности Красногорского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин